Дорогие друзья Дорогие друзья Дорогие друзья Дорогие друзья Каждый народ, который имеет право на свои свободы, имеет право на свою землю, имеет право на свои леса, на свои озера, реки, он должен знать, что он является хозяином природных богов, хозяином своей родины. И поэтому мы не должны никогда соглашаться с тем, что мы являемся, по их мнению, чертями. Пусть черти знают, что они сами черти. Ну вот люди уже говорят, что, по всей видимости, да, извините, я буквально, на секундочку, я веду прямую трансляцию, знаете, какой я вывод сделал из всех этих дней, что технология нам действительно очень помогает. Надо быть почаще на связи, быть почаще на связи, вести прямые трансляции, это очень сильно нам помогает быть в безопасности, потому что наше государство нам не обеспечивает безопасность. И вы ведь согласитесь, когда все вы прекрасно видели в прямой трансляции, вот, не знаю, у меня связь исчезла, у остальных есть связь? А, все, нет, у меня все. Возможно, глушилки включили. Вот там автобус стоит с глушилкой, а он уже все эти дни стоял на площади, и когда перед определенными операциями они их включали, поэтому будьте осторожны, я вас еще раз прошу, все в пределах закона, все очень аккуратно, вежливо. Не надо поддаваться ни на какие провокации, мы не должны им давать повода с нами что-то сделать. Так вот, когда мы видим, видели то, что происходило 8 сентября, когда в каждом дворе практически ходили старшие домов, старшие подъездов, и людей вытаскивали на выборы, голосовать за определенных кандидатов от известной партии, да? Ну, у меня все уже связь действительно исчезла, я включу просто видеозапись. Вот. Когда происходили выборы, нечестные, грязные, да, с которыми невозможно согласиться, ведь именно в такие дни закладываются основы того, что происходит дальше. Именно такие дни, когда 70% наших сограждан отсиживаются дома и говорят, я не пойду на выборы, я вне политики, все они одинаковые, вот именно в такие дни мы с вами позволяем закладывать основы, которые происходят уже на следующий день. Понимаете, город для людей у нас наступил уже 9 сентября, 8 сентября выборы, а 9 сентября город для людей нам показал, что для людей есть дубинки, есть каски, да, есть Росгвардия, есть неизвестные люди в масках с топорами, которые ломают наше имущество, похищают нас. И все это под прикрытием официальных органов власти, правоохранительных органов. Огромная, на мой взгляд, проблема то, что наши органы, тоже полиция, прокуратура, суды, к сожалению, сегодня абсолютно не свободны, потому что в день, когда на меня впервые 10 числа в 8 утра совершили, на мой взгляд, бандитское нападение, неизвестные люди пытались похитить, засунуть УАЗик без опознавательных знаков. Тогда в 8 часов 9 минут у меня аудиозапись сохранена, время звонка. Я обратился по номеру 102 в полицию и сообщил, что я являюсь депутатом Народного Урала, на меня совершено бандитское нападение, попытка похитить меня. Сегодня 15 число и даже звонка с полиции нету, понимаете? Не то, чтобы пришли, взяли показания, да, или изъяли видеозаписи у людей, там, свидетелей, даже не позвонили. Понимаете, если нас на улице можно похищать, творить с нами все, что угодно, и это позволяется, да, как мы можем с вами чувствовать себя в безопасности? Единственная возможность чувствовать себя в безопасности – находиться среди людей. Именно поэтому я был вынужден сидеть в автомобиле на площади Советов. Ко мне приходил Циренов Баир Дашевич, зампред правительства. Я ему объяснял ситуацию, вы поймите. Здесь людей били только что, да, уже несколько часов назад. Похищали, никакой рекции. Поэтому здесь, на площади, оставался я и несколько людей, которые всего-то ждали, чтобы или Алексей Самович Циденов сам, или его представители пришли, дали гарантии безопасности. Просто, в конце концов, нам продемонстрировали, что власть-то в республике есть, что она не исчезла. Просто возникало ощущение, что, может быть, вообще захват власти произошел, и неизвестные люди управляют республикой. Поэтому мы с вами сегодня должны четко, ясно понимать, что самый главный залог нашей безопасности – это мы с вами. Чем нас больше будет, чем мы будем организованней, и чем мы будем организованней защищать друг друга, от этого зависит будущее нашей республики и жизнь каждого из нас. Огромное количество проблем. Я вам говорил и про выборы, да, и просто про беспредел со стороны правоохранительных органов. Мы каждый день сталкиваемся, не знаю, с ростом цен, с ростом цен на бензин, на продукты. Мы каждый день с вами сталкиваемся с повышением пенсионного возраста. И множеством-множеством проблем. Но все это, во всем этом, знаете, кто виноват? Вы, наверное, хотите услышать что-то другое, но мы с вами виноваты в этом. Никто другой. Мы виноваты в том, что нас всего лишили. Мы им это позволяем на протяжении десятилетий. Мы молчим, мы соглашаемся. Думаем, что на этот же митинг придет кто-нибудь другой. Я с ними, я за них. Но лучше я посмотрю трансляцию, потому что вдруг там мало ли что, да? И все это позволяет делать то, что они с нами творят. И поэтому мы в первую очередь должны сегодня повиниться друг перед другом. Простите нас, простите вы меня за то, что я каждый день, я за себя могу сказать. Я уверен, что я далеко не все, что могу, делал в этой жизни и делаю. Я буду становиться лучше. Я буду говорить больше правды. Буду честнее перед всеми. Буду все свои усилия прикладывать, чтобы была справедливость, наконец. Уважаемые друзья, все эти дни, да, у нас... Я сегодня, слава Богу, пока благодаря вам, ну, нахожусь на свободе все равно. Меня пытались, ну, ночевали в обезьяннике. И ночь проводили в советском отделе, когда нас с автобуса вытравляли. Но знаете, что страшно? Мне очень жалко наших товарищей. Дмитрий Баиров, который открыл первым голос, да, заявил во всеушлышание всю эту правду. Сбудоражил людей, люди проснулись. Он сидит сегодня за стенках. Кто-то скажет, да, это 15 суток, это всего лишь административка. Но поверьте мне, и 15 суток это страшно, особенно в таких условиях. Никому, наверное, не хотелось бы там проводить, да, даже одни сутки. Он травмирован, когда его задерживали эти люди с топорами, они сильно его ударили по шее. Мы сегодня должны добиваться его освобождения и справедливости по отношению к нему. У нас сегодня Дмитрий Хараев, молодой человек, который был в автобусе, его теперь обвинили, что это он якобы травил газом людей, сотрудника полиции. Я не знаю, была ли там полиция или нет, снаружи она была, но врывались в автобус явно люди без опознавательных знаков, опять в масках. Поэтому вообще, ну, сложно мне лично сказать, кто применил газ, потому что я находился в конце автобуса, это происходило в начале. Но понимаете, сам цинизм, да, вот сегодня взять молодого человека, Дмитрий Хараев закончил Лихановку. Вы все люди образованные, знаете, что это очень серьезный, хороший вуз. У него ни одного, не то что уголовного дела, у него административных дел по нему никогда не было. Но сегодня из него делают уголовника. Сегодня хотят его реально посадить, наказать его, да, за его позицию. Нас это не должно запугивать, но мы должны защищать наших ребят, которые вышли сказать правду. При этом делали это все законно, понимаете. Да, мы знаем, что нельзя проводить несанкционированные митинги. Наша власть боится правды и придумывает всякие законы, чтобы заткнуть нам глотки. Но даже в рамках их законодательства, когда мы ставим автомобили на положенные парковочные места и сидим в них, они вышивают нам стекла и вытаскивают нас оттуда. Понимаете, вы же видели парковочные места. Вы же знаете, что там ежедневно стоят десятки, сотни машин. Но они нас оттуда выкинули. Ладно, они сделали там уцепление. Машину переставили напротив прогресса, да? Вот в эти дни стояла машина. Они отцепили ее в стоянке прогресса. Я знаю, знаете, у нас, может, общественное движение возникает, уничтожители парковок. Где бы мы ни появились, там парковки исчезают. Посмотрите, вокруг этого парка припарковаться негде. Везде отцепление. Шутка шутками. Но это достаточно серьезные вещи. И за то все беззаконие, которое здесь творится, власть должна ответить. Она должна выйти на эту сцену и нам четко, ясно дать ответы. Почему на наше обращение правоохранительные органы до сих пор нет ни одного ответа? Почему людей задерживают? Почему люди в масках орудуют топорами? Есть это сотрудники спецслужб. У них есть официальный перечень спецсредств, которые они могут применять. И я что-то очень сомневаюсь, что топор мясника является спецсредством. Поэтому давайте еще раз я заканчиваю свое выступление. Напомним, кто здесь черт. Сам ты черт! Сам ты черт! Сам ты черт! Сам ты черт! Свободу Дмитрию Баирову! Свободу Дмитрию Баирову! Свободу Дмитрию Баирову! Свободу Дмитрию Хараеву! Свободу Дмитрию Хараеву! Ура! 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 Молодец! Слободу! Слободу! Молодец! 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 Сегодня нас снимают несколько телекомпаний, в том числе из других городов приехали, из Подмосковья сюда приехали. И, наверное, нас видит сегодня весь мир. Поэтому то, что сегодня собралось только народу, это очень здорово. Этим самым мы показываем, что мы не согласны с тем произволом, который в отношении нас происходит. Сейчас выступит Обухов Анатолий Васильевич, он депутат Законодательного собрания Иркутской области, специально приехал на этот милинг. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!